МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании «Гомель», у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Один из самых надейных способов выявить коронавирус. Рентгенолог рассказал про диагностику COVID-19 с допомогой компьютерной томографии. Кто представить регион на славянском базаре у Витебску? У Гомеле пройшел областный отборочный тур. Надборье пахаршается. На выходных у регионе чекаются дожжи с мокрым снегом. А зараза б гэтым иншим больше подрабязна. Штодземный прирост перасягнул тысячу человек. Колькость людей, яким диагностують COVID-19, у Беларуси расте. До повеличения потоку пациента у готовые медустановы, поликлиники и стационары. По показаниях, хворым робят компьютерную томографию легких для выключения вирусной пневмонии. По коль медики выявляют у основным легкие и умеренные формы, тяжкие ходинки. А б тым, кому показано проведение КТ и тим можно зарабить его по уласным жаданне, глядите у интервью с урачом рентгенодделения областной туберкулезной клиничной больницы Дмитрием Ткачом. Кому показана компьютерная томография? Потому что, как мы видели во время первой волны коронавирусной инфекции, все люди, которые подозревали сами, наверное, у себя коронавирус, хотели проверить это и сделать во что бы то ни стало КТ. Компьютерная томография легких показана пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию, либо у которых уже подтверждена коронавирусная инфекция для исключения пневмонии. И вот опять же вопрос, который возникал часто весной, наверное, и летом. Люди хотели сами платно где-нибудь сделать КТ, но ведь без направления врача это сделать невозможно. Без направления нельзя, потому что врач – это первичное звено, он оценивает, насколько целесообразно в данный момент проводить, потому что есть ранние стадии заболевания, которые мы на КТ не можем описать. То есть мы видим норму, а у человека через, скажем так, 1-2 дня появляются изменения в легких. Поэтому лечащий врач все-таки оценивает целесообразность выполнения. Именно в данный момент, может быть, нужно чуть-чуть позже. Но ведь кроме того, что целесообразно или нет, компьютерная томография – это же нагрузка и на организм серьезная, правильно? Да, поэтому есть более низкодозовые методы. Это рентгенография легких, либо пульмоскан. И многие недооценивают этот метод и ошибочно считают, что там невозможно выявить вирусную пневмонию. Но есть, конечно, варианты, что невозможно. Но если уже умеренной или средней степени тяжести, то и на снимках видно. Можно ли коронавирус методом исследования компьютерной томографии спутать с какой-то другой патологией болезни? Коронавирусная инфекция у нас на КТ имеет специфические проявления. Это матовое стекло, симптом матового стекла, который у всех уже на слуху. Это участки консолидации и ретикулярные изменения, которые в совокупности, в разной степени выраженности, преимущественно в сублевральных отделах. И мы оцениваем эти изменения и выставляем вероятность, насколько вероятна коронавирусная инфекция, пневмония в данном конкретном случае. Диагностика насколько сложная? Все-таки инфекция новая для вас. Насколько сложно понять? Ну, опыт мы уже нарабатываем. И с большей долей вероятности мы можем констатировать, что это именно коронавирус. Но все равно КТ только в совокупности со всеми остальными методами. И ПЦР, диагностика, и общий анализ крови, и другие. И в совокупности мы с большой вероятностью выставляем данное заключение. Бывали ли у вас случаи, когда люди уже вам советовали, как нужно себя лечить, и говорили, что вы делаете что-то не так, назначите им это или это обследование? Ну, я как врач-диагност не занимаюсь лечением, и нам такие советы не давали. Но люди на самом деле самообразовываются, есть интернет, изучают. Вот все мне сейчас на слуху симптом уплотнения легочной ткани по типу матового стекла. И доходит до того, что человек после исследования, не успев встать со стола, уже спрашивает, есть у меня стекла или нету. Ну, то есть вот до такого. Спасибо вам большое за интервью, и будьте здоровы. И вам спасибо, и не болейте, берегите себя. В субботу, 14 листопада, снова пройдут промые телефонные линии с представниками местной улады. На пыта Нижихару региона откажет старшиня Абл-Канкама Геннадь Соловей. Звернуться до него можно по номеру 33-12-37. Так само, 14 листопада промую линию проведет старшиня Гомельского гарбы Канкама Петр Кириченко. Телефон для Сувязи 51-19-84. Час с 9 ранницы до полдня. Громадский контроль правопарадку. У областным центры протягивают деяничность доброохвотные народные дружины. На Гомельском заводе «Литяй-Нармале» у такое объединение деянича с 2003 года. У состав дружины у выходят 95 человек. Графики маршрут патрулевания узгодняются с администрацией Чигуночного района. Дежурство проходит два раза на тыдень у Сираду и Чатьвер. Из-за усёды только в супроводжении супрацовников милиции. Члены народной дружины патрулюют наибольшь массовые громадские местцы. У выпадку выявления факта у неналежных поводина уголовная задача не покарать, а провести тлумачальную работу. Я не вижу, что людей нужно заставлять, понимаете? А это очень приятно. Потому что вот я спрашиваю, к примеру, у этих ребят, которые у меня сейчас за спиной. Они говорят, мы у нас маленькие дети, мы просто обязаны этому. Потому что как десантник один из них. Он говорит, кроме нас, кто это может сделать? Парады профессионалов. Сегодня у Международный день слепых специализованную библиотеку Гомельского предприемства «Светлотехника» наведали адвокаты юридичной службы Чигуночного района. Подобные встречи проходят в эту дату уже около 10-ти годов. Большаясть слухачев – работники организации, которые имеют инвалидность по зроку. Специалисты консультуют, стлумачатся юридичную, складающую разных бытовых пытаньях. Части за все до их звертаются по темах жильево-коммунальной господарки, прационного законодавства, обороны правоуспожилцов. Сегодня всем, скажем, понятно, что необходимо обладать хотя бы элементарными знаниями правовой сферы о новых изменениях, о новых введениях в правовой сфере. Поэтому сегодня наши люди с инвалидностью, они достаточно информированы, но все равно, скажем, любая информация никому не помешает. У Гомельским храдским центры культуры прошел открытый диалог с лепшими представниками студентской молоди региона. Его просвятили значные для их подеи – областному этапу конкурсу студент-хода. Все лета у им принимают судьбу 8 представников из всех ВНУ региона. Одним из этапов споборничества стала презентация социального проекта, который уже реализован или в худшем времени появится в университете каждого из конкурсантов. Идея должна помогать в развитии творческого, наукового и профессионального потенциала студентов, а либо выражать проблемные вопросы в молодежном сяродке. Например, сирот пропонула волонтерская работа студентов-медиков в допомоге хворим на коронавирус и полепшение умов для солдат терминовой службы. А кроме представления проекта у финалистами, подчас открытого диалогу активисты БРСМ обмерковали удосконаление молодежной политики для студентства. Мы предложим ребятам высказаться, может у кого-то есть мысли, как дальше будет развиваться наше государство, как будет развиваться молодежная политика. То есть эти темы мы затронем. У нас еще также в жюри будут и победители прошлых лет. Они как-то, может, настроят ребят на такой позитивный лад, поделятся своими впечатлениями, эмоциями, поделятся тем, чего они достигли после того, как вышли из стен у своих университетов. Ну, мне кажется, будет очень интересно, позитивно и классно. Финал областного конкурса «Студент года» отбылся сегодня. Имя переможцы вы доведаетесь в завтрашнем выпуске «Новинау». Кто поедет на Славянский базар? У городским центры культуры прошел областный отборочный тур, по выниках якого пять самых талиновитых и звонкоголосых юных и дорослых спеваков региона трапят на республиканский этап. Некому выпаде гонор представить Гомельщину на международных конкурсах у Витебску. Марина Северьянова познайомилась с выканавцами. У фойе до своего выхода рыхтуется маленькая Олеся. Неверогодно пригожая сукенка, вытонченные туфельки на абсасах – все готово до выступления. Засталося справиться с хвалеванием. Немножко волнуюсь, но веселая, позитивная. А о чем ты мечтаешь? Что касается музыки? Где-то выступить на какой-то сцене в какой-то стране. Чего бы ты хотела? Я бы очень хотела выступить на каком-то Евровидении. Мы до чекались выхода Олеси на сцену и с задовольнением аплодировали ее выполнением. Девчонка, до речи, спевает полову своего життя. Четыре с восьми годов. За несприяльные пять ситуаций глядачу в зале не было. Только журы и батьки. Детям же перед выходом на сцену и после выступления опрацовывали руки антисептиком, а на микрофонах были одноразовые чахлы. Кожный выканавца представлял для журы по две композиции. Со сцены Центра культуры они гучали на разных мовах – русской, белорусской, английской. Оценивали вокал суперпрофессионалы. Представники Министерства культуры и мастацкий керавник ансамбля «Песняры» Роман Козыров. Очень понравилась делегация из Рогачева. Буквально в полном составе они могут уже с первых нот участвовать от Гомельской области, поэтому я их поздравляю. Они очень крепкая делегация приехала в этом году и очень высокий уровень. Всех остальных будем смотреть в процессе, так что по итогу будем уже рассказывать. Усягу журы познайомилася с вокальными сдольностями из выше 30 конкурсанта у Гомельской области. Марина Северьянова, Сергей Камко, телерадио «Компания Гомель». Бэби-театр у Гомели. У Лялишным театра отбылась и генеральная репетиция премьерного спектакля для самых маленьких. Представление с плюшки, с плюшки, топотушки целком зроблено командой установы. От сценария реквизиту до сценичного увособления. Первое представление было для наученцев колледжа мастатства. Будучим работником сферы культуры, в опыт створения мини-спектакля может потребиться удалейшим. История про маленького мальчика, который все никак не хотел ложиться спать. И дети, которые придут к нам на спектакль, они помогут нашим с плюшкам, волшебным персонажам, уложить спать этого непослушного мальчика. Ну и тем самым поиграют, потанцуют. Усим маленьким театралам будут дарыться одноименные со спектаклем книжки. Тут верши, размалюки и песни. Аутор так само Валентина Ильюкевич. А мастатским оформлением займалась Катярына Мохорова. Здесь поучительные такие стихотворения, добрые, уютные. Их было достаточно легко иллюстрировать. Поэтому я надеюсь, деткам очень понравится. Они адаптированы для именно младшего возраста. Я надеюсь, будет интересно. Так эти книжки дети будут получать в подарок. Те детишки, которые придут на спектакль, да? Да, да. Это как бонус, такой приятный бонус для детей. И для мам. И для мам, которые останется им на память от спектакля. Дети не просто будут глядеть в спектакль. Яны станут его полновартосными удельниками. Роль ознойдется для кожного маленького гостя Лялишного театра. Дождь с мокрым снегом чекаются в Беларуси в выходные дни. В первой декаде листопада температурный режим на 3-5 градусов перевысит в климатическую норму. А в ближайшие дни надворье изменится. В субботу, 14 листопада в регионе будет воблачно. Температура поветра ночью в складе от нуля до плюс двух. Днем будет до 4 градусов тепла. На большей части территории прогнозуются падки, дождь и мокры снег. В неделю слубки термометров уздымутся до 4 тепла ночью и до 5 днем. На протягу суток будут цести дожджи. У початку наступного тыдня усталюется температурный фон, який отповедает климатичной норме листопада. В ночи невеликий минус, днем каля нуля. Могчим, а выпаде перший снег. Гэты, а так само иншые новины. Информацию об проектах телерадиокампании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvergomil.by На гэтым выпуск завершены. Удалых вам выходных днен и до новых сустречу эфиры. Де-факто на телеканале Беларусь4 в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В Житковичах на пожаре едва не погиб мужчина. Сообщение о возгорании спасателям поступило вчера вечером. Горела квартира в доме по улице Дзержинского. По прибытии подразделения МЧС внутри было обнаружено сильное задымление. Хозяина удалось найти в негорящей комнате. Его вынесли через окно на свежий воздух и передали сотрудникам скорой помощи. После осмотра пострадавший был доставлен в больницу. Пожар ликвидирован. Огонь повредил стены и имущество. Причина возгорания выясняется. Основная версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Сотрудники ГАИ оказали помощь водителю большегруза, который съехал в Кювет. Водитель МАЗа с полуприцепом ехал из России в сторону Минска. Пропустил нужный поворот и начал сдавать назад. Однако выбрал неправильную траекторию и полуприцеп съехал в Кювет. Мужчина обратился за помощью в службу ГАИ. Сотрудники отреагировали оперативно. Больше груз отбуксировали на проезжую часть. Водитель поблагодарил за помощь, а инспекторы в очередной раз обращаются к автомобилистам быть более внимательными к чужой беде и по возможности не проезжать мимо. Госавтоинспекция области с этого дня проводит усиленную отработку нерегулируемых пешеходных переходов. Задействованы все службы милиции и общественной безопасности. С начала года на переходах зарегистрировано 68 ДТП. В результате 7 человек погибли, 63 получили травмы. Причина одна – водители не предоставляли пешеходам преимущества. Под контролем будут находиться наиболее опасные участки дорог. Правоохранители используют технические средства. Приборы фото и видеофиксации. Также сотрудники ГАИ просят всех участников дорожного движения быть максимально внимательными. Госавтоинспекция напоминает о том, что на пешеходном переходе преимущество имеет именно пешеход. Поэтому водителям необходимо при приближении к пешеходным переходам снизить скорость в случае необходимости остановиться для предоставления этого преимущества пешеходу. Пешеходам также не стоит забывать о том, что при пересечении проезжей части они должны убедиться в безопасности своего перехода, посмотреть по сторонам и быть уверенным в том, что переход для них безопасен. И в продолжение темы. Госавтоинспекция ведет поиск очевидцев ДТП. 29 сентября примерно в 12.00 в районе дома номер 13 по улице Амурской в Гомеле водитель на неустановленном автомобиле темного цвета совершил наезд на женщину-пешехода. С места происшествия он скрылся. Граждан, располагающих какой-либо информацией, просят обращаться по телефону 56-01-62 или 50-44-44. Тем временем милиция устанавливает личности молодых людей, которые подозреваются в присвоении чужого имущества. 30 октября около 20.00 неизвестное присвоили кошелек, лежавший на тротуаре вблизи магазина «Евроопт» по улице Хатаяевича 9, тем самым причинив ущерб в размере 425 рублей. Если вы узнали данных граждан или владеете иной информацией по данному факту, просим сообщить по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Комбэк и победа в овертайме. Гомель дома сильнее «Динамо» молодечно. Первый и второй периоды получились сухими, зато в третьем соперники порадовали болельщиков сразу четырьмя результативными атаками. Причем забрасывали шайбы исключительно в большинстве. Первыми за удаление соперника наказали «Динамовцы». Точен был Степанов. Вскоре уже «Рыси» реализовали большинство. Попов сравнял цифры на табло. Менее чем за три минуты до окончания третьего периода «Амбражейщик» вновь вывел гостей вперед. Гомель перешел на игру в шесть полевых, и это принесло плоды. За 47 секунд до сирены шайба после броска оскоренного влетела в сетку ворот соперника. При этом «Динамовцы» практически всей пятеркой находились в рамке. В овертайме победу «Рысин» принес «Сусло», убежавший в контратаку. Победа «Гомеля» 3-2. Торбинский «Металлург» продолжает оставаться в карантине, а потому запланированное на завтра полевское дерби не состоится. С Толеваром запишут техническое поражение. Коронавирус корректирует календарь в чемпионате страны по мини-футболу. Из запланированных на ближайшие выходные шести поединков десятого тура состоятся только два. Дорожник ждет в гости УВД «Динамо», а Борисов-900 — «Лиду». Зрителей на эти матчи не пустят. Согласно календарю, в десятом туре ВРЗ должен был сыграть дома со столицей. И «Бычи» отправится в гости к Минску, ЦКК к охране «Динамо», а «Витен» к «Динамо Бенту». Эти игры перенесены на поздний срок. В первой лиге футбольного чемпионата Беларуси в воскресенье пройдут матчи 14-го тура. Напомню, что поединки должны были состояться еще в августе. Гомель, ведущий борьбу за вторую прямую путевку в высшую лигу, в Новополоцке сыграет с Нафтаном. Второй претендент на серебро чемпионата Крумкачи на выезде встретится с гранитом. Реченский спутник уже в ранге чемпиона отправится в гости к Сморгонии. В Светлогорский химик примет гомельский локомотив. Железнодорожники ведут борьбу за четвертое место. Все матчи пройдут 15 ноября и начнутся в одно время 14-0-0. Во второй лиге футбольного чемпионата продолжается финальный этап. На этой стадии играет один представитель Гомельской области – это Петриковский «Шахтер». Горняки на втором месте в турнирной таблице. Завтра им предстоит матч в гостях с «Молодечной-2018». Лидер финального этапа Могилевский Днепр сыграет с Барановичами. Стэнлес ждет в гости Осиповичи. В Минске сегодня стартовал Кубок Беларуси по греко-римской борьбе. За награды борются 10 борцов из Гомельской области. Сегодня пройдут предварительные поединки, полуфиналы и утешительные схватки. Награды разыграют в субботу. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4».